Всем доброго дня! Это Гармония, а это топ 5 быстрорастущей изгороди из кипарисовых. То есть это будет растение с максимальной скоростью роста, чтобы они максимально быстро заняли позицию и в течение 5-6 лет создали у вас плотную и яркую изгородь. Мы будем смотреть на устойчивость, морозостойкость, скорость роста, неприхотливость в уходе и в количестве стрижек. Надеюсь вам видео понравится, так что не забывайте поставить лайк и не забывайте подписаться. И на пятом месте у нас с вами кипарист. Быстрорастущее растение в среднем 40-50 см в год с неприхотливой корневой системой. Может расти на любых грунтах с ярким насыщенным зеленым цветом. Это растение растет быстро, неприхотливо к месту посадки. Единственное, что ему мешает оказаться чуть выше нашего рейтинга, это его, во-первых, морозостойкость. В среднем считается 20-25 минус, но короткочастный минус. То есть в продолжительное время этот растение к вам не подойдет. Опять же, саженцы до 5 лет стоит укрывать, если у вас свыше 15 градусов мороза. То есть в принципе за счет этого это растение у нас на пятом месте. А так для высокой изгороди оно прекрасно. Но еще помимо всего невысокого минуса, что у него обильное плодоношение шиш. И в летнее время, весеннее время видно, как они немного распушат кулону. И соответственно больше мусора. То есть надо и за ними чистить, и ухаживать. А так это довольно-таки примечательное, неприхотливое растение, которое покажет свою красоту и насыщенность цвета. Кипарисовики в принципе издавна используются как изгородь, как заслон от ветра для плотности. И самое главное, до большой скорости роста. В Крыму бывают случаи, что они выдают до метра. Но это связано с нашей климатической зоной. Поэтому этот кипарис у нас находится с вами на пятой строчке. Надеюсь вам нравится. На четвертом месте обосновался у нас аризонский кипарис. Высокорослое растение, в среднем до 15 метров, если у вас хороший грунт. Ширину до 3-4 метров. То есть это довольно объемная, красивая, сизо-голубая хвоя. Этот кипарисовик очень душистый. Очень в плане чистит воздух, хорошо благоухает. И этот кипарисовик заслуженно занимает четвертое место. Скорость роста у него великолепная. В среднем поначалу будет расти где-то в районе 25-30 сантиметров. Потом может спокойно выйти на 40 сантиметров в год, когда хорошо разовьется корневая. А то и выше. Этот кипарисовик довольно-таки неприхотливый, с ярким, насыщенным, синий, зеленым цветом. Даже зеленого, наверное, больше голубого. Этот кипарисовик, почему на четвертом месте? Потому что, к сожалению, опять же, морозостойкость невысокая. В среднем считается 20-25. В некоторых источниках можно найти и ниже, и, соответственно, выше. Но, по нашим наблюдениям, саженцы молодые, особенно до 5 лет, все же можно садить так, чтобы не минус 15 был. Почему минус 10 и то может больно ударить по этому кипарису? Потому что молодые саженцы подвержены обморожению. Но при этом этот кипарисовик стригут в различные формы, и для изгороди он очень хорошо подойдет. Еще один минус – обильное плодоношение. Есть много шишек, либо их убираете, либо его стрижете. Почему? Потому что они провисают в ветке, соответственно, много мусора. И последний минус – это вот то, что мы говорили с вами, опять же, солнце. Ему нужно солнце. Если кипарисовику обычному не нужно солнце, то этому все-таки нужно солнце. Почему? Тогда он будет максимально насыщенный цвет, максимально яркий, сочный и красивый, голубая изгородь. У вас из него получится. Опять же, легко подаются стрижки, формировки. То есть вы можете его сформировать на любой высоте, и он у вас будет прекрасно себя чувствовать. Вот такое вот четвертое место. Вот что будет дальше? Сейчас мы узнаем с вами. И на третьем месте у нас расположился Купарицарис голдрайдер. Яркий, насыщенный, зеленый внутренний и яркий желтый окрас наружных побегов. Цветовая гамма просто переливается в любое время года. Эта изгородь будет у вас, помимо того, что яркая, насыщенная, в любое время года, даже с учетом, что нет солнца, а это растение просто излучает радость, радостный цвет, который очень приятен на глаз, с хорошей скоростью роста. Изначально саженцы будут расти у вас не быстро, в среднем до 25 сантиметров. Но спустя пару лет у него у вас будет стартовать и до 40 сантиметров, а то и бывает и выше. За счет того, что это растение довольно-таки неприхотливое, мощная корневая система, но в изгороде оно будет у вас смотреться просто великолепно. При этом это растение поддается любой формировке, как неваки, так и различных других топиарных форм. Это растение будет просто прекрасно. Единственное, что у него невысокая морозостойкость. Саженцы где-то в районе минус 15 и держат спокойно. В будущем до 22-23 она у вас будет, это растение морозостойкое и насыщенное. Место посадки этого растения, к сожалению, только солнце, либо легкая полутень. А почему? Потому что в тени растение чувствует себя не очень. И у вас не будет играть вот эти яркие насыщенные краски. Поэтому это растение высаживается на солнце, либо легкая полутень. И в этом месте оно у вас будет придавать невероятную цветовую гамму. А также это растение любит подкормки. Это большерослое растение, в среднем достигает 10 метров, 15 метров. Но в изгороде, с учетом правильной расстановки, непосредственно посадки друг от дружки, то они у вас будут максимально себя хорошо чувствовать и не выстрелить так высоко. И опять же, надо будет постоянно, ежегодно делать стрижку. Почему? Потому что это довольно-таки раскидистое и сильное растение. Поэтому, если вы берете вот такой голдрайдер, и вам нужна невысокая изгородь, скажем, до 3 метров, то придется просто стричь. Но стрижку он любит, поэтому это, я думаю, не остановит, чтобы получить вот такое яркое и насыщенное растение у вас на участке. Что будет дальше, мы сейчас узнаем. И на втором месте у нас с вами кипарисовик Лейланда. Яркий, насыщий, самый классический кипарисовик. Насыщенный зеленый цвет в любое время года. В молодые годы этот может достигать скорость роста до 1 метра. Легко подается стрижке, формировке в любую композицию. Легко подойдет для изгороди. Спокойно высаживая, и буквально 3-4 года, даже 5, и у вас плотная, насыщенная изгородь. Но требует стрижку. Ширина до 3 метров выдает спокойно. Высоту до 10-12 метров даст спокойно. Поэтому в этом плане это растение нужен будет уход. Но при этом вы получите максимальную радость от цветовой гаммы, которая не будет меняться в течение года. Она у вас будет быстрая, плотная и насыщенным цветом. Поэтому он заслуженно занимает наше второе место. На первом месте, вы как понимаете, будет еще тот растение. И на первом месте у нас с вами кипарисовик Лейланда, Куприцарис Лейланда 2001. Он выведен на основе кипарисовика Лейланда. С чем он хорош? Он изначально идет сразу плотным. Потому что вот Лейланд, видите, какая у него слабая плотность. А у этого изначально уже идет яркий, насыщенный зеленый цвет с уже готовой плотностью. При высадке этого растения, буквально до третий год, у вас уже будет хорошая, красивая изгородь. Эту тему он и берет. Своя скорость роста у него прекрасная. В среднем доходит до 40 сантиметров, а то и выше. То есть это растение довольно-таки сильно морозостойкое. Минимальное количество мусора, да. Минимальное количество ухода. Моростойкость у него в среднем до 30 с ярким, насыщенным цветом. Но 30 это непродолжительно. Так в среднем он продолжительный мороз, конечно, может не держать. Но другие качества этого растения просто невероятны. Яркий, насыщенный цвет, который остается в течение всего года, с ярким, насыщенной скорость роста. Поэтому это растение заслуживает отдельную, как говорится, в нашем сердце. При посадке хорошая морозостойкость, хорошая скорость роста, минимальное количество мусора. И самое главное, что буквально через 3-4 года вы получаете плотную изгородь и можете ее легко стричь в любую вашу композицию. Это отдельно, можно сказать, что прекрасно. Видите, сейчас все такое светлое, салатовое, а этот яркий, насыщенный зеленый цвет. И это наше первое место. Если будут вопросы, пишите, с удовольствием отвечу. А так, не забывайте ставить лайк и подписка для развития канала, чтобы мы становились лучше. И отдельное спасибо всем тем, кто подписался и ставит лайк. Все хорошего и все будет хорошо.